всем привет давненько мы здесь не собирались с вами с вами это с кем вообще кому ты обращаешься на вы что ты вообще что ты как ты начинаешь это видео а я не не понял как кому ты обращаешься вообще что вообще ты хочешь этим видео записать ты что думаешь это будет кого-то интересно что что кто я а где кто я о тараканы страшно страшно а о какая-то странная выросла штука страшно как страшно как страшно как надоело как страшно как тошнит от этого сраного мира тошнота все это тошнит нахер очень сильно все это тошнит меня и это все выташнивает уже я уже думаю что что уж с этим сделать как можно этому помочь меня скоро вытошнет от этого мир кает этому от этого мира людей сраного Это тошнотворнейшее действо. Все, что происходит, это такая тошниловка. Вот мне 33 года, а меня тошнит, как мальчишку от этого мира. То есть я просто... Классно. Классный старт видоса. Короче, но зато можно побыть собой. Не прикидывая с кем-то еще. Можно побыть собой. Вау! Специальное предложение. Побыть собой. В конце рабочей недели. Вот, в общем, хочу... Хочу нормально так угореть по рассказам. Рассказать интересную информацию про две группы, которые я слушаю последние тысячу лет. Очень давно уже. Слушаю, мне нравится. Не могу перестать слушать две группы. Ладно, одну. Соврал. Одну группу. Слушаю одну группу. Ничего больше не слушаю. Эта группа называется оргазм Нострадамуса. Гипофиз Гипоталамуса. Оргазм Нострадамуса. Это группа из Улан-Удэя, которая появилась в году, эдак, в 93-м, 94-м. Уголок Алексей Фишев, так сказать, идейный вдохновитель данного коллектива панк-хардкор-сцены сибирской. Вот. Что я хотел рассказать такое мощное? У меня чешется башка, наверное, в ней завелись уже какие-то насекомые. Вот. Или сколопендры. И я просто уже такое это все чешу и такой... В общем, если взять уголка и его восхождение к безумию, то я неспроста сегодня такой безумный делаю выпуск, потому что это выпуск про оргазм Нострадамуса. Это выпуск про самую крутую группу, наверное, бывшего пост... Бывшего совка. И оргазм Нострадамуса – это что-то, что меня с нарезки сорвало стопроцентно. То есть, был момент такой у меня в университете, курс первый, второй, третий, четвертый. И вот, когда заканчивался четвертый курс, я как-то вот понимал, что у меня ничего не получается. Ну, то есть, это тот момент был в моей жизни, когда я понимал, что жить, как все, я не смогу. Ну, то есть, вот у тебя бывает так, что ты что-то чувствуешь интуитивно, да, там заранее, например, но ты как бы понимаешь, что что-то можно изменить, что-то можно, ну как, улучшить, к чему-то можно вырасти, да, как бы подняться, да, к чему-то. Что-то можно, так сказать, к чему-то созреть. Тем более, когда ты молодой, когда тебе 20, ты понимаешь, что ты, ну как бы, ну как, что ты формируешься еще. Это будет обидно человеку слышать в 20 там, ну вот, как мне было обидно в 20, когда мне говорили, а, да ты еще ребенок. А я хотел взять и сказать, а что значит еще? А что значит еще? Что ты имеешь в виду? Ты думаешь, я вообще собираюсь становиться взрослым? А нахер оно мне надо? Что вы, взрослые, сделали с этим миром? Посмотри, что вы сделали с этим миром, взрослые? Во что превратился этот мир? В полную какашку. Ну, ладно, на самом деле, говоря об уголке, я наткнулся тогда на видео, которое называлось «Угол философ подвалов и помоек». И я столкнулся с его, как бы, концепцией анархоаморализма. И это было оно. То есть, это была вот встреча с тем мировоззрением, которое во мне было. Максимально нигилистическое, максимально отрицающее. То есть, то, что было во мне всегда, вот с детства, да, там, я понимал, что, ну, как сказать, что утопия невозможна здесь, да? То есть, как бы, ну как, мы просто все хотим жить как люди, нормально. Мы хотим, чтобы не было войн, мы хотим, чтобы было социальное равенство, чтобы была справедливость, чтобы люди, ну, хотя бы могли нормально жить и работать, ну, хотя бы могли нормально получать бабки и нормально хотя бы могли там, если они хотят размножаться, пожалуйста, размножаться, если хотят не размножаться, пожалуйста, не размножаться, если хотят, там, не знаю, творчеством каким-то заниматься, ну, занимайтесь творчеством. Если хотите баллотироваться в кандидаты президенты, баллотируйтесь. Если хотите, на завод идите. Ну, идите на завод. Ну, что-то делайте, что вы любите делать, и каждый не указ, кому кто хочет делать. Хотя при этом я понимал всегда, что есть всегда спрос на какую-то специальность больше, чем на другую. И, например, не каждый может стать депутатом, не каждый может стать мэром, не каждый может стать рок-музыкантом, потому что нажмут родители, например, скажут, вот как мне, например, говорили, подсказывали мне. Мне подсказывали! Мне подсказывали! Мне подсказывали! В 18 лет мне подсказывал твой родный брат, когда я ему говорил, что мне нравится рок, и я собираюсь быть рок-музыкантом, чтобы он мне говорил, Саша, ты что? Ты что? Как? 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 Не вздумай! Не вздумай! Это ошибка! Это ошибка! Это... Это... Это очень... Это... Это совершенно... В никуда! Это путь в никуда! Это путь в саморазрушение! И он был прав! Ну, на самом деле, он был прав, но вместе с этим, конечно, он был и неправ, потому что в роке я видел всегда трансцендальные вещи. Рок – это трансцендальность, то есть это... Конечно, ты саморазрушаешься. Ты непременно становишься... Ну, как бы... Ты непременно становишься... При жизни ты становишься юродивым. То есть, юродство – это, оно зиждется вот как раз на этом... На этом поводе быть по-другому, да? То есть, ты несешь, как бы, этот крест, по сути, и ты живешь иначе. То есть, у тебя там чего-то нет материального, как правило. То есть, ты дематериализуешься при жизни. То есть, там, вот я сегодня шел пешкаря, там, километра три, чтобы как-то размяться. И я понимал, что кто-то вообще садится в машину и без машины не представляет себе свой день. Там, проехаться на машине куда-то вечером, там, туда заехать на машине, сюда на машине. Машину жене, машину детям, там, машину матери, машину отцу. Машина, да? Передвижение на машине. Или, там, транспорт. Вот. А вот другое дело, когда ты на своих двоих по Парижу 25 километров херачишь. Потому что у тебя есть два дня, и ты не можешь себе позволить эти машины, или туристические автобусы, или ты хочешь вот именно увидеть этот Париж, обходить его. И я никогда не забуду это впечатление от Парижа. То есть, я ходил по нему, просто не мог остановиться. Я его обхаживал ногами, и у меня стоял километражный шагомер, да, там, на мобильном. И я помню, да, потом эти цифры. 25 километров в день – это мой рекорд. Вот он установлен в Париже. Хотя на самом деле, прийти в какой-нибудь Шамон-парк, или как он там, Шумон, или Шамон. Такой скалистый парк, интересный. И сесть там на весь день, взять бутылочку вина, взять французскую газету, расселить прекрасную поляну, сесть там с какой-то колоночкой блютуз, включить это все, и просто нормально посидеть в Париже, в этом парке Шамон, и пойти, не торопясь, к этому там, к Нотердаму. Ладно, нет, к церкви Сакрикер, или там куда-нибудь. Но не суетясь. Но это этот ажиотаж, когда ты в Париже или в Риме, и ты такой, «У, вечный город, самый лучший город там, типа того». Вот эта вот вся фигня, которая в мозгах, она вся, ну как сказать, вообще мир, ну как сказать, путешествие для многих это является разновидностью такого шапоголизма, или как сказать, это такой максимализм, да, который нужно вот прямо дорваться до этого. То есть обязательно каждый, наверное, кто путешествовал, он знает этот адреналиновый скачок, когда ты вылетаешь из этого аэропорта, и такой, «Все, путешествие началось, все, завтра мы должны быть везде. У нас есть неделя, чтобы увидеть эту сраную Шри-Ланку, и мы должны эту Шри-Ланку всю обколесить, покататься на слонах обязательно, попить этого цейлонского чая, залезть там на плантацию, еще что-то». В общем, вот эти все обязательные компоненты и процедуры, они немного идут в рознь вместе с тем, что всегда есть в жизни, да. А в жизни всегда есть непосредственно еродивая, есть, ну как сказать, отстраненная, есть немножко иррациональная, да, как раз-таки наоборот, когда ты в путешествии просто тупишь. Просто не знаешь, что тебе делать, идешь в какую-то библиотеку, открываешь местную литературу, там на французском, и просто проводишь день, и никуда не идешь. А если еще дождь какой-то или град, то вообще сидишь дома и думаешь, да, приехал, что я тут делаю? Вот это ощущение экзистенциальное, оно очень похоже на то, что у меня есть от жизни. То есть, вот я просыпаюсь утром, и как будто идет все время этот град и дождь, и я такой думаю, а почему меня так тошнит от этого мира? Почему меня так тошнит от этой жизни? Почему меня так тошнит от этого всего? То есть, просто потому, что я представляю другое, да, я представляю собой утопическое. Я представляю собой то же самое, что представлял собой уголок. И вот такую петельку, сделав через это все, я хотел сказать, что у угла, у него, наверное, из всех панков, да, из всех панков у него было наиболее чистое и ярко выраженное представление о действительности. То есть он его не замарал, находясь вообще в таком быдлограде, да, там, в таком окружении и в таком состоянии, то есть взять Улан-Удэя 90-х, я представляю, насколько это был гоповской город, и его девушка по кличке Малыш, их история о том, как они давали концерты этим гопникам, там, ну, как бы, делали какие-то такие уличные, концертики для того, чтобы как-то там, ну, чтобы там их не побили или еще что-то, чтобы, ну, короче, какие-то вот эти вот такие моменты, когда ты думаешь про угла, ты понимаешь, что это настоящий богемный артист в этом сломанном мире, да, то есть артист, которого обязательно надо похоронить отдельно, артист, который вообще не вписывается ни в какие, ни в какие, он не вписывается в саму жизнь, жизнь для него это просто вот так, все, бабахин, и все, и все, и ничего больше там, ничего, только вот эта энергия сумасшедшая, восхождение к безумию, да, проработка всех идей Ницше, проработка всех идей Шопенгауэра, проработка, то есть бешеная начитанность, бешеная квалификация, и настоящий такой, я бы сказал, трансавангард, то есть вот если взять его поэтические, мыслительские экспромты, вот его стихотворение «Весна», например, про женщин, как он их видит, как они зреют, как эти плоды, как эти арбузы там, все вот это вот такое назревает, они оголяются, и оголяется, и вот эта вся провокация того, как это оголяется, и вызывает мужское в уголке, да, то есть он же мужчина, да, и как бы вот это вот, как бы гендерная, гендерная, скажем так, зависимость от совокупления и парности, и то, как он это все высмеивает в этом стихотворении, и даже не высмеивает, а презирает, он просто презирает открыто и берет и говорит, «Пинать по арбузам моя стихия», типа, «Гоните вдаль, суки, я, типа, буду кием пинать по арбузам моя стихия», то есть он отталкивает от себя это все, он понимает, что обыватель обязательно, обязательно этот секрет, этот рецепт сработает, и обыватель побежит за этими арбузами, он будет хвататься за эти арбузы, потому что у него у самого накипают баклажаны, да, скажем, а угол у него бесстрашие на уровне безумия, то есть он настолько бесстрашен, и он настолько абсолютно свободен, что это 90-е, это 90-е, 90-е, конечно, были глотком свободы, я считаю, ну, то есть все матерились со сцены, на концерты всех пускали, никаких металлических рамок, никаких мобильников смартфонов, люди ходили на концерты, к сожалению, я вот это время, ну, был ребенком маленьким совсем, мне было 6 лет, 5 лет, 7 лет, когда оргазм Нострадамуса, когда он давал концерты по всему постсовку, и в Киеве, и в Украине, там, оргазм очень любили, и я помню, что мне мой друг Панк рассказал про оргазм Нострадамуса, и вообще про сибирскую волну, и в Украине обожали сибирский рок слушать. Я думаю, что и русский андерграунд в Украине слушали больше, чем в России, то есть настолько украинцы кайфовые вот в этом плане, что они, ну, как сказать, они понимают эту культуру, они понимают, что, вот взять угла, да, вот вся его, весь его анархо-аморализм, он как бы строится на том, что жизни не должно существовать, что пусть оно все ебнется нахер, пусть оно все взорвется нахер, это прямо вот моя тоже философия, это то, что я чувствовал с ранних лет, и какое я почувствовал просто объединение, когда я встретил уголка вот в этой вселенной, то есть когда я столкнулся с тем, что человек мыслит так же, как я в моем возрасте, да, там мне было там 22-23, и тут я встречаю эту нишуру, я встречаю эту начинку, я встречаю этот бешеный протест, этот бунт, эту харизму, харизму именно настоящего человека, который не боится назвать вещи своими именами, который понимает, что это все монетарный фашизм, который понимает, что все правое и левое и хуйня все, что просто главное это вот этот вот, главное это то, что порабощены все, но порабощены настолько, как по-пелевински, настолько искусно, что уже никто и не говорит об этом, что все как крепостные, и никто не говорит о том, что действительно есть по-прежнему касты людей, одних касается, других не касается, одни паразитируют за счет других, то есть вот налоги платятся, а кто-то просто вот не платит эти налоги, а собирает их себе в карман, нормально, то есть пожалуйста, плодитесь больше, чтобы вот я собирал себе все в карман, да, и я думаю, что оргазм Нострадамуса, это конечно эпохальное событие вообще в истории культуры, русской культуры, то есть то, что делал Угол, то каким он был и то, какой он был по своей заряженности, по своему неистовому, безумному, разительному таланту, то, насколько он мог и со сцены, и из записей транслировать вот этот гнев и гнев и сбудораженность, и как он говорил, вот эти куски мяса, вот это вот вся, вот это вот волосы, вот это вот все, вот это вот, и это что, это что, это то, чем я типа должен, типа, ну, как бы вот его, его представление, как он говорил, моя родина, это моя мысль, моя вера, мой полет вверху над этим всем, то есть он прекрасно, как и Летов, который допел, но нас поймали на волшебный крючок, но нас поймали на крючок, и вот Угол, он точно так же, он понимал, что мы попались на этот крючок, но мы не отсюда, то есть мы сраные мутанты, мы смертны, но мы здесь временно, и наше обличие временно, и наши руки, если на них смотреть очень долго, вот, Кастанедовское упражнение, да, то есть ты берешь, смотришь на свои руки, и ты такой оп-оп-оп, и ты понимаешь, что это не руки на самом деле, ты понимаешь, что это что-то другое, что это не ты, вот это упражнение, которое, которое очень часто, это можно проделывать позже, когда ты уже достигаешь этим уровнем сознания, ты уже можешь его проецировать и на все тело, и на боль даже. Вот когда у меня бывали сильные боли, и ничего не могло помочь, или лекарства рядом не было, я, как правило, ну, доходил до такой степени сознания, что я не чувствовал уже эту боль, потому что я как будто разотождествлялся с этим телом, и понимал, что я не я, понимал, что это все происходит вот в этой симуляции, куда меня затащили, вот. Но, тем не менее, самое важное, вот даже в этой действительности, в этой реальности есть, конечно, и прелесть, и, как бы, эта жизнь, она не совсем вот такая однобока, плохая, да, там, и тошнотворная, и в ней есть и красота, и воплощение, и в чем красота этой жизни? Ну, конечно, в том, что в ней был такой уголок, то, что он был вот именно такой, то, что в ней был этот панк-рок, то, что в ней было вот это дыхание цветов, бутонов, да, которые выросли, распустились красиво, и потом он хопа, сгнил, погас, упал, так и цветы, да? То есть, вот, как бы, у всего есть свой срок, и если этот срок не может быть праздником, а может быть только сроком, ну, соответственно, рутины и сроком какого-то каторги, да, какой-то, то это не жизнь. Это не жизнь. И это понимали все, там, декабристы, которых на каторгу везли, там, три столетия назад, два столетия назад. Это понимали все. Это понимали все, что, ну, вот, как Достоевский, который сошел с ума просто, потому что ему отменили казнь. То есть, вот это такое дикое возбуждение о том, что у тебя забирают жизнь, тебе надо с этим смириться, и потом тебе дают вместо этой смерти, дают тебе эту каторгу. Это страшно. Это невероятное русское поле экспериментов. Вот. Вот. И мы все родом из него, и, тем не менее, говоря про оргазм Нострадамуса, хочется еще вспомнить Александра Архипова, гитариста этой группы, который был прекрасным компилятором и прекрасно собирал воедино вот эти вот музыкальные ходы. И музыка невероятно драйвовая у этой группы. Она невероятно стильная, она невероятно энергичная и сокрушительная. То есть, я уверен, что останется жив именно Архипов, а шаманский такой, с внешностью такой азиатской. Как говорят у него, были шаманские корни у его родни. И останься Архипов жив, а его в Москве в конце, по-моему, 2002-го, не, в начале 2003-го в Москве его траванули. То есть, он где-то ходил между гаражей, попросил неизвестных якобы выпить, и его напоили кислотой какой-то. И у него, и он умер. Так вот, и Архипов, и Фишев, это были два таких дополняющих эту сущность, эту банду. Ну, как бы, естественно, и зомби, там, басисты, и Рязан, который был таким шоуменом. И барабанщик Егорка, который был, наверное, самым техничным человеком в группе, который тоже чувствуется, что разгонял драйв этого хардкора максимально. То есть, я думаю, что поэзия угла сделала эту группу вечной, сделала эту группу культовой. И философия именно анархоаморализма, это и моя философия тоже. То есть, так получилось, что это было уже и до меня, ну, как сказать. И это всегда было, да? То есть, вспомнить Бодлера, вспомнить Рэмбо, вспомнить Лотре Амона, и песни Мальдадора. Это же песни Мальдадора все. Вот все вот этот, весь вот этот панк, это песни Мальдадора. Это такое гротеск, безумие от данности, да? То есть, например, там, безумно понимать, что куда все идет. То есть, оно идет по спирали. И спираль, она либо направлена из точки, и она направлена наружу, либо она направлена из окружности уже существующей, имеющей свои границы, и идущая внутрь себя, и замыкающаяся бесконечно внутри себя. То есть, там до бесконечного увеличения. И вот эта спираль, которая, но на самом деле первая является вторым, да? И вот эта спираль, она закручена, она несет в себе чрезвычайные трепетания души, которые каждый поэт, каждый художник, каждый человек пытается проработать при жизни, пытается излить. На самом деле, как я начал писать песни, я понимал, что мне надо излить эмоцию. То есть, у меня было переживание, и я понимал, что я не хочу, ну, там, я не хочу этой песне кому-то понравиться, там, или кому-то что-то, или вот написать какую-то, там, самую лучшую песню. Нет, как правило, у меня есть переживание, и у меня есть в этом переживании, у меня есть глубокое дальнее эхо энергии этой песни, которая меня сладко-томительно манит на горизонте. Но я иду к этому горизонту, или лечу к этому горизонту, и я пытаюсь схватить этот горизонт, пока я к нему лечу, а он отдаляется. То есть, я лечу к этому горизонту, который видел изначально, но пока я к нему подлетаю, там уже другой горизонт на горизонте. И это как невозможность схватить бесконечность за хвост, все постоянно циркулирует, меняется, во мне вот кровь бурлит. Я пока сидел, вот эта кровь, которая была здесь, она уже вот здесь. Вот эта кровь, которая была где-то здесь, она уже там где-то. Все вот это двигается внутри, все постоянно двигается, все уже не актуально, уже нет никакой актуальности ни в чем. То есть, как бы все, что было актуально 10 минут назад, оно уже нерелевантно, уже другая информация. Все, уже полностью все по-новой. И, конечно, это самый такой сумасшедший, конечно, безумный выпуск Секси Хевена. Кстати, Секси Хевен, посвященный оргазму Нострадамуса. Секси Хевен, посвященный оргазм, посвященный оргазм.